Лимон. Чем полезен для организма данный продукт? Лечение лимоном заболевания суставов и позвоночника. Лимон является цитрусовым фруктом. Он обладает не только выраженным вкусом, но и ароматом, который обусловлен эфирными маслами. Исходя из этого, масло лимона используют от головной боли, тревоги, плохого настроения, депрессии при окне и угревой сыпи. Способствует заживлению ожогов, осветляет и омолаживает кожу. Следует отметить, что эфирные масла в лимоне содержатся в кожуре фрукта, а мякоть богата лимонной кислотой, именно она и есть основа фрукта. Лимон богат железом и калием. Из-за наличия этих элементов в своем составе, лимон повышает количество кровяных телец и укрепляет стенки сосудов. Также помогает в поддержании в норме артериального давления и работы сердца. Но лимон содержит и другие витамины тоже, такие как витамин Д, Е, В1, витамин А, В6, В2, никотиновая, фолиевая и аскорбиновая кислота. Из микроэлементов следует отметить медь, хлор, натрий, магний, фосфор, кальций, цинк и фтор. В лимоне отмечается и содержание белков, жиров и углеводов, а калорийность приходится 29 ккал на 100 г. Из-за высокого содержания аскорбиновой кислоты лимон является антиоксидантом, что помогает в борьбе с раком, сохраняет молодость, нормализует плохой холестерин, очищает организм от токсинов и шлаков. В двух столовых ложках лимонного сока содержится суточная норма витамина С, это прекрасно помогает в укреплении иммунитета, а также при простудах. И еще одной важной пользой является то, что лимон стимулирует перистальтику кишечника и улучшает его микрофлору. Лечение лимоном заболевания суставов и позвоночника. Проблемы с суставами и позвоночником имеются у каждого второго в нынешнее время. Довольно распространенная проблема, от которой порой даже не помогают мази, уколы и т.д. Одной из причин боли в суставах является увеличение в организме мочевой кислоты, которая негативно влияет на суставы. Эффективно поможет с этой проблемой употребление лимонного сока, а также обильное питье жидкости. Молекулы эфирных масел кожуры лимона оказывают не только расслабляющее действие на кровеносные сосуды, но и успокаивают воспалительные функции и благодаря этому возможно лечить боли в суставах. Перейдем к рецепту, который обязательно вам поможет. Вам понадобится оливковое масло холодного отжима, два больших лимона, ветка эвкалипта, чистая банка с крышкой и марлевые бинты. Приготовьте из двух лимонов цедру и положите все в чистую банку. Затем налейте сверху оливковое масло, так чтобы масло покрывало всю цедру и добавьте ветку эвкалипта. Закройте банку плотно крышкой и оставьте на две недели, чтобы настоялось средство. По истечению срока возьмите небольшой кусок марли, смочите его в смеси и приложите на проблемную зону. Чтобы улучшить эффект, наложите грелку и накройте теплым пледом. Лучше всего используйте данный метод на ночь. Пока вы будете спать, питательные вещества из лимона будут глубже проникать через ткани и оказывать лечебный результат. Для любой проблемы со здоровьем эффективным лечением является, когда методы работают в комплексе. Помимо наружного компресса на суставы, следует и принимать вовнутрь средства, чтобы достичь лучшего результата. Рекомендуем вам приготовить чай из лимонной цедры. Это не только вкусный, но и полезный витаминный напиток. Вам понадобится также 2 лимона и 1 литр воды. По желанию можете добавить и мед. Возьмите небольшую кастрюлю и положите первым делом цедру двух лимонов и налейте 1 литр воды. Далее кипятите на протяжении 15 минут и снимите с огня. Добавьте туда же сок из двух лимонов и оставьте немного остыть чаю. Можете после охлаждения добавить немного меда, чтобы придать сладкость. Регулярное потребление данного вкусного чая и наложение компресса на суставы поможет вам избавиться от боли.